Города 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 Темонию А Города Город Города Города У нас их по крайней мере две святых. Одну из них вы прекрасно знаете. Это преподобная Ефросинья Полоцкая. У меня, конечно, Полоцкая и матушка Анна Фематского, за то, что я вам опять рассказываю о том, что она и девчанка. Но из песни слов не выкрасишь. И вторая святая тоже с именем Ефросинья. Ее племянница двоюродная. И о них мы сейчас поговорим. Сначала, прежде чем разговаривать с вами, я, наверное, расскажу. Анатолий Николаевич просил меня поведать о профессии медиевиста. Есть такая интересная профессия. Я, в частности, медиевиста. Слово «медиа» — середина. Медиевист — человек, который занимается средневековьем. Средневековое искусство, культура, философия, история, литература и так далее. Чем интересна эта специальность и чем она сложна? Вот сейчас мы с вами будем разговаривать, и вы увидите, кто мы такие медиевисты. У медиевиста на самом деле нет специальности. Вот у ученых нового времени мы можем их четко разделить. Вот этот историк, этот философ, этот литературовед, этот лингвист. Медиевист должен быть в курсе всех этих направлений. Потому что иначе анализировать феномены средневековой жизни, скажем так, мы не можем, мы должны знать все. В этом сложность и в этом интерес. Когда я общаюсь с коллегами, которые занимались в современном этапе, он говорит, ну как, а вот медиевист, у нас же ничего нету, вот ничего же опереться не на что. Вот мы, там историки 19-го века, поехали в архив, нашли 500 дел там такого-то года, прочитали эти все бумажки, нашли кучу информации, сделали выводы. А у вас что, летопись одна, зачитанная до дыры, с которой больше ничего не высосешь. Ну, на самом деле высосешь, и на этой есть методике. Но, отличаю я, наша специальность медиевистическая, она тем и интересна, что мы идем по очень зыбкой почве. Почвы иногда вообще под ногами нет, и эту почву надо, ну, реконструировать, что ли. Это знаете, как, вот если кто-то из вас любит пазлы складывать, тот меня поймет. Вот перед тобой горка вот этих пазлов. И самое сложное, что у тебя нет рисунка, который ты должен собрать из этих пазлов. Ты идешь на ощупь, вот ты их на ощупь прикладываешь, 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 а потом вдруг бац, потому что, о, вот, вот, я понимаю, что тут должно быть, и начинаю подстраивать дальше. И когда вот эти пазлы вот так соединяются, это такое счастье. Вот, так что мы немножко мазохисты. Мы вот себя мучаем, мучаем, а потом, когда набредаешь вот на это сочетание факторов, получается вот так здорово. Итак, к нашему, к нашей теме. Отдайте мне что-нибудь, чтоб не пальцем. Вот. Почему я, прежде всего, вот генеологическую таблицу выбила, чтобы объяснить нам, о ком мы будем говорить, да? Во-первых, вот наша предслава Ефросинья, дочка Святослава Георгия. Вот эта полоцкая линия князей выделена красной, чтобы вам легче было просто ориентироваться, о ком пойдет речь. Вот вторая Ефросинья. Видите, это дочь племянника Ефросиньи Полоцкой. Да, вот ее, друзья, да, вот ее отец, он был братом отца, вот этого самого Рыгволода, у которого родилась Ефросинья. Ну, видите, да? То есть это племянник Ефросиньи Полоцкой. Тоже ее жизнь связана с Витебском. Мы будем упоминать Смоленского полоцнязя Давида Ростиславича, который, ну, не относится к полоцким князям, это князья Смоленские, но, тем не менее, о нем мы будем говорить. Ну, если что, вот что-то попадется, я буду просить вернуться к генеалогической таблице, потому что очень сложно воспринимать на слух одинаковые имена и понимать, о ком идет речь. Итак, прежде всего, преподобное Ефросинье Полоцкому. Почему она витебчанка? Дело в том, что, вот я еще раз говорю, полки и матушки до меня сердятся, они говорят, что я это выдумала, но вот у меня тут перечислена масса историков, которые задолго до меня выяснили, что... Дело в том, что в житии Ефросиньи Полоцкой черным по белому, что называется, написано, что она дочь младшего из сыновей Сеслава Полоцкого. Это я не выдумала. Это написано в житии Ефросиньи Полоцкой. Сеслав, имея сыновым ногой, и бешен у него меньший сын именем Георгий, от него же родися си блаженная от руку лица. Вот цитирую вам кусочек из жителя. И из этого мы понимаем, что она дочь младшего из Сеславичей. И дальше по закону, просто по закону логики, мы с вами спрашиваем, скажите, а мог младший сын Полоцкого князя наследовать Полоцкий престол в обход шестерых братьев, которые старше него. Ну, только при условии, что случилась чума, и все шесть братьев умерли. Это законы наследования. Они соблюдались очень жестко, и другой вариант невозможен. Второе, что мы должны помнить. В самом тексте «Жития непросения Полоцкой» указывается полоцкий князь Борис. Борис Сеславич. Почему не Рогволот? Потому что Рогволот умер. Вот в 92-м году была... В 97-м году, почему она написала? «Моровое поветрие в Полоцке». Может быть, вы знаете об этом рассказе из русских летописей, как на въебиша палачам по улицам Золотска ходили невидимые какие-то кони, отпечатки они оставляли, кто из дома выходил, те умирали. Скорее всего, это была чума, и, скорее всего, во время этой чумы старший сын Сеслава Вячеславича, Рогволот Сеславич, умер. Поэтому наследовал ему в 1101 году Борис Сеславич. И в житии непросения Полоцкой, в том месте, где говорится о передаче ей Сельца, где вот потом образовался монастырь девичий, присутствует Полоцкий князь Борис. То есть само же тие свидетельствует о том, что не Святослав Георгий, Георгий Святослав был Полоцким князем, а именно князь Борис. И третье, пожалуй, главное свидетельство, вот я в данном случае опираюсь на мнение очень многих историков, начиная с какого года? Ну вот, самое древнее исследование, которое у меня указано, это Данилевич, историк Полоцкой, очередь истории Полоцкой земли до 14-го столетия. Монография вышла в 1896 году. И вот, начиная с этого исследователя, в общем, большинство историков, которые занимаются Полоцким княжеским домом, свидетельствуют о чем? О том, что Святослав Георгий, по всей видимости, при разделе Полоцкой земли между сыновьями Сислава Борисовича, получил гудель Полоцк. Почему Полоцк? Потому что, начиная с сына Святослава Георгия, Васильки, родного брата Екатериней Полоцкой, дальше Васильковичи правят в Витебске, это их отчина. И раз Васильковичи все в Витебске, значит, здесь их отчина, значит, здесь правил их отец. Теперь вопрос на засыпку. Если Святослав Георгий был витебским князем, то с 99,9% уверенностью мы можем говорить о том, что где родилась преподобная Екатериня, если она была его дочерью. Ну где? Увидеть, да. Как говорит одна моя коллега, нет, конечно, она будет и в Полоцке, но княгиня почувствовала, что скоро роды, и поехала в Полоцк рожать, там роддома лучше. Ну, как шутка может быть, но Святослав Георгий со своей княгиней, скорее всего, жили в Витебске. Нужно сказать еще о чем, что то, что Святослав Георгий, младший сын Святослава Пречиславича, получил Витебск, это большое его достижение. Витебск был не заштатным городом, Витебск был ключевым городом на пути, во-первых, из Варягов в реки, да, по двине этот путь, во-вторых, по пути в Восточную Русь. Это была очень важная стратегическая точка. И если бы не сложились обстоятельства, о которых я сейчас скажу, вряд ли младшему сыну достался бы такой крупный, такой значимый центр. Скорее всего, ну, дали бы ему там Друск какую-нибудь, Оршу какую-нибудь, которую, кстати, получил старший сын Бориса Всеславича, Роглолос Борисович, как раз его Друске князу. Вот, поэтому он... Почему он получил? Потому что женой Витебского князя, то есть никогда еще не Витебского, а Безослава Георгия, была дочь Владимира Мономаха. То есть в какой-то момент отношений между Всеславом Бречеславичем и Владимиром Мономахом возникла такая ситуация, когда надо было помириться. И Всеслав Бречеславич выдает, ну, практически в один год за сыновей Владимира, то есть Жене на... Сейчас я уже лопаю. У меня конференция сегодня идет, поэтому я к вечеру уже не могу говорить нормально. Жене Святослава Георгия на своей дочери, а еще одного из своих сыновей на дочери, еще одного князя, не помню имя, из тоже Люрикова... Люрикова... Люрикова ворота, так скажем. И, по-видимому, условием того, что вот сам киевский князь, тогда он еще киевским не был, но все равно он был достаточно значимым князем на Руси. Отдает свою дочь за младшего витебского князя, видимо, условием было то, что ему будет выделено хорошее княжение. И таким образом, и таким образом, Святослав Георгий оказался в Витебске. Жену его звали София Владимировна. И о том, что ее так звали, мы узнаем из исследований креста преподобия Ефросиньи Полоцкой, где главными, так сказать, образами на этом кресте являются Ефросинья Александрийская, покровительница самой преподобной Георгий Победонотец, покровитель, по-видимому, его отца, и изображение Софии при мудрости Божией, как считают исследователи, это покровительница ее матери. То есть, вот из этого мы исследуем. Очень интересно, что сами обстоятельства, рождение княжны. Вот в житии мы читаем, во-первых, что она была молитву Тво. Это заимствование жития Ефросиньи-Александрийской, чему житию подражала потом Ефросинья. Но, кроме того, в житии ясно написано, что родители же Ея возрадовала Стося о Рождестве Ея со всеми домашними своими. И теперь мы окунаемся в реалии Древней Руси. Кто такая была девочка в княжей семье? Да никто. Русские летописи не фиксируют рождение княжон. В принципе. Потому что это дело бесперспективное. Княжна выходит замуж и уезжает часто в Венгрию, во Францию, да, на королеву Франции, в Швецию, там вот как дочери Ярослава Мудрого. Смысл вообще ее записывать в русскую генеалогию. А здесь родилась девочка и родители возрадовала Стося. Вместе с домом в общем все Витебское княжество прыгало от восторга, что родилась девочка у княжи. Это очень странно. И эту странность помогает разрешить или может разрешить. Одно единственное обстоятельство. Если до этого у родителей детей вообще не было, да, и они уже поставили крест на том, что дети у них могут быть. и действительно если мы посчитаем, то к моменту рождения и простенья супругам было больше 25 лет. Ну для нас сейчас за что юные дети. Но если мы учтем, что в Древней Руси девочку выдавали замуж в 12 лет, а мальчика женили в 14. и вот обручение в данном случае произошло еще немножко раньше, когда София была лет 8, то и значит вот с 12 лет супруги мечтали иметь детей до 25 и детей не было. То есть возникло опасение, что пара останется бесплодной. И вот наконец молитвы плод желанная девочка, которая родилась. И тут давайте нам следующую картиночку и тут мы переходим еще к одному сюжету. Вот эту картинку я в прошлом году видала из своего окна в Минске. Это не эта фотография. Моя картинка была немножко бледнее. Я нашла вам специальное в интернете изображение, чтобы вы представляли, что это не фантазия летописца. Вот рождение преподобной было отмечено потрясающим небесным видением. Называется Галу. Галу, как его правильно назвать. Вот смотрите на это изображение. Я сверху дала перевод летописи. Было знамение, стояло солнце в круге, а посреди круга крест, а посреди креста солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над солнцем вне круга, дуга рогами на север, вот она тут чуть обозначена, бывает ярче. Такое же знамение было и в Луне, такого же вида. Месяца февраля в четвертый, пятый, шестой день, днем три дня, а ночью в Луне три ночи. 1104 год, не пятый, 1104 год, это я ошли. То есть ничего не придумал летописец, он вот это записал. И вот под знаком этого знамения, я думаю, как раз и родилась преподобная. И не только преподобная, два солнца, а всего три, как пророчество о том, что в Полоцкой земле родятся три великие подвижницы. преподобная Ефросинья Звенислава Борисовна и ее и сестра Ефросинья младшая Ефросинья 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 Вот. Которые потом вот предслава очень подружатся и в монашестве как написано в житии будут жить как одна душа в двух телах. Но до этого еще рано. Вот начинается работа медиевистов. Вот посмотрите как интересно мы можем это интерпретировать. Если вот это явление почему мы можем это явление связать с рождением преподобной Ефросинья Дело в том, что скорее всего ее крестильное имя и было Ефросинья Имя было утрачено в процессе в житии только сказано что в свое время крестиша и я во имя отца и сына и святаго духа. Песец почему-то не писал крестильное имя хотя здесь была достаточно устойчивая традиция на Руси. И я думаю произошло это именно потому что крестильное имя было Ефросинья. А Перепещин знал что Ефросинья изъяв монашеское имя и решил что предыдущий бесед ошибся и написал какое-то не то имя. А поскольку он не знал чего сюда вписать он решал вообще ничего не писать. Поэтому мы можем предположить что вот так оно и было. И дальше если это была Ефросинья Александрийская а то преподобная имбуменья почитала эту святую мы знаем потому что изображение есть на крестках Спаса Преображенского храма именно Ефросинья Александрийской мы знаем вот на кресте Ефросинья Полос изображение Ефросинья Александрийской это была ее покровительница а память Ефросинья Александрийской отмечается два раза в год 15 февраля и 25 сентября ну по так называемому старому стилю так вот вполне возможно что зимняя память Ефросинья Александрийской или близка или даже совпадает с датой рождения Витебской княжны или же вообще является датой именно лечения младенца которая по церковным правилам происходит на 8 день после рождения если мы от 15 февраля отнимем 8 дней да то окажется что Преслава родилась 8 февраля то есть на третий день после того как вот это видение закончилось 3 дня было видение 3 солнца мы видели и на третий день после окончания видения родилась преподобная на 8 день в день памяти Ефросиньи Александрийской зимней памяти ей ее нарекли в крещении Ефросиньи следующее пожалуйста так следующее о чем мы с чем мы можем связать рождение преподобной на поле в Витебске да с благовещенской церкви археологи датируют создание благовещенской церкви самым началом 12 века да да самым началом 12 века и в принципе мы можем предположить что церковь была обетная то есть Святослав Георгий желая чада хоть какого-нибудь да и его супруга София просили об этом Господа и в какой-то момент Святослав Георгий велел построить вот это благовещение Пресвятой Богородицы о чем говорится о том что она зачнет в очреве своем это была страстная мечта вот этой пары поэтому где-то вот в начале 12 века сооружается эта церковь вы знаете где она находится вы знаете подкупы веки чайник где находился княжий дворец княжи и палаты и можно предположить что их Россия предслава все 12 лет когда возрастала в княжевом доме смотрела на эту церковь из окна своей теплицы и этот образ отразился в ее сознании вот как родной дала можно причащать водителя в общем тут можно поделать и поэтому когда ей было велено строить церковь в своем спавском монастыре она создала нечто очень похожее историки архитектуры склоняются потому что благовещенская церковь это была скажем так генеральная репетиция спасо-преображенской церкви даже Эдуард Михайлович Богородский предполагает что зодчий Иоанн мог быть мальчиком в обучении во время построения вот этой благовещенской церкви потому что многие приемы он перенес вот на этот спаский храм ну это депутат Эдуард Михайлович Зародского вот тем не менее связь вот она вполне может быть с этой церковью так что вот про одну святыню и одну святую Витебска мы с вами узнали потом если что-то захотите уточнить пожалуйста уточните и теперь мы вспомним не вспомним теперь я вам расскажу о другой святой Витебской изучение которое вот тут вы сейчас тоже увидите как иногда работает недели знакомый вам Анатолий Николаевич Дубов вы знаете на этом выступал прислал как-то мне письмо и спрашивает вот Любовь Викторовна в клировых ведомостях Витебской Благовещенской церкви он нашел такую фразу что эта церковь возобновлена преподобной княгиней Ефросиньей Полоцкой которая любила приходить сюда и молиться в часовне что располагалось как и в полоцкой Спасской церкви на хороб у южной церкви которая приходила и молилась вот в Киеве на хор в этой церкви вот это запись действительно есть в первых ведомствах в Розовещенской церкви это в 19-м в 1847 году протеерей Санкт-Петербургской единоверческой церкви Тимофей Верковский обозревал единоверческие церкви находящиеся на его пути в Черниговскую губернию и вот его привели в Благовещенскую церковь и вот это ему показали И Анатолий Николаевич просит комментария моего зная что я занимаюсь житиеем и биографией преподобной Красине Полоцкой и говорит вот как это интерпретировать и первое что бросается в глаза княгиня и Красине Полоцкая араб княгиня значит уже не преподобная игуменья потому что она никогда не была княгиней она в лучшем случае княжной была и она никогда не могла называться княгиней в связи с этим и начался вот этот долгий процесс поиска процесс поиска вывели меня на жизнеописание благоверной княгиней 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 очень интересно оказалось что в этом жизнеописании составленном в 19 веке соединены судьбы аж четырех разных преподобных ну потому что в 19 веке было очень сильное желание поставить жития всех русских святых а науками диалистика к тому времени была еще только в зачаточном состоянии поэтому источников не было умений особых не было и поэтому вот такие феномены случаются и вот одной из женщин одна из судьб которая вошла в жизнь описания и в практике с кустой была Ефросинья Рогволодовна княжна Половская еще раз повторю что Рогволодов был племянником преподобной Ефросинь и отец Рогволодов Борис был правящим князем тем который как раз вместе с илью передал сельце Ефросиньи предславе которая и вот что мы можем сказать каким образом она оказалась в Витебске и каким образом она возобновила Благовещенскую церковь отцом вот этой снежной Ефросиньи Ефросиньи Рогволодовны был Рогволод Василий Борисович который правил в Друцке А матерью дочь великого киевского князя Ефросиньи Светлановича но это мы не будем сейчас возвращаться к генеологии и вот известно что бракосочетание родителей княжных Ефросиньи произошло в 1143 году и сначала у них родились 3 мальчика а потом это девочка то есть мы можем где-то начало 50-х начало 50-х годов датировать рождение Ефросиньи Рогволодовны и поскольку в этот момент когда она развилась Рогволод Борисович являлся правящим полоским князем с 59 по 62 год в 12 веке мы в принципе можем предположить что на воспитание свою дочь он вполне мог отдать Спаский Монастырь Спасо-Преображенский к двум теткам Звенеслава которая стала выночить Ефросиньи была родной теткой Ефросиньи Рогволодовны потому что Рогволод был родным братом Звенеслава Борисовна и двум двоюродным теткам Ефросиньи и Евдокия которые были вечерями Витебского князя Средослава так что скорее всего Ефросиньи Рогволодовна воспитывалась в какой-то промежуток своей жизни вот в Спасо-Преображенском монастыре и очень хорошо знала всех своих тетушек по достижении брачного возраста если мы начало 50-х прибавим 12 лет то это где-то у нас получается начало 60-х годов идея она должна была быть выдана замуж и удивительным образом мы можем предположить за кого она была выдана замуж завод того самого Давида Ростиславича который потом стал смоленским князем и имя жены которого летописи не сохранили этот князь известен довольно долгими и прочными связями с полотким князем Всеславом Васильковичем Василька это родной брат Лефросиньи Игурн Миталовской а Всеслав Василькович это уже его сын в сейчас найду дату в 1164 году Всеслав Василькович почему-то передал Витебское сняжество Давиду Ростислав Славич и по-видимому этим годом мы должны датировать бракосочетания Всеслава Васильковича и Ефросини Рогволодовны вполне возможно что Всеслав Василькович сделал это по убеждению Полоцкой игумени помните мы читаем в ЖТИ что она очень заботилась о том чтобы всех не держали в мире и дружбе а в Полоцкой земле в это время было очень очень неспокойно и таким стабилизирующим моментом могло быть как раз участие смоленских снязей потому что было такое сильное тоже княжество И вот с 1164 по 1168 Давид Ростиславич по-видимому вместе со своей супругой Ефросини Рогволодовной были витебскими князем и княгиней но скажите вы в ведомостях написано Полоцкая княгиня Ефросинья Полоцкая но тут мы опять попадаем в ту ловушку в которую попадают часто потому что князей Полоцкого дома часто называли Полоцкими князьями недависимо от места их княжения Глеб Минский он Полоцкий князь Рогволод Друцкий он Полоцкий князь имеется в виду из пенедей Полоцкого дома может быть может быть по этому вот не буду рассказывать подробно биографии Давида Ростиславича но в 1197 году он скончался раньше своей жены был похоронен смоленским епископом Симеоном в церкви Бориса и Глеба в церкви на Смедыне а Нехросинья Розволодовна оставшись вдовой по-видимому приняла монашеский постриг и вернулась в Витебск где доживала свои дни в доме своей дочери и дятя потому что по желаниям Давида Витеб был отдан одному из его двух детьев Васильке Бориславичу он приходился четвероюродным братом дочери Давида и Бориславичу но такие браки церковь уже венчают таким образом пока она как вдовствующая княгиня жила в Витебске она вполне могла делать то о чем сообщают нам клировые ведомости благовещенской церкви опять таки отмечено что при благовещенской церкви действительно есть пристройка которая совпадает вот со временем жизни Евросиния Рогваловна и вполне возможно что эту пристройку сделала именно она есть еще один еще следующий вот как бы фактор историки архитектуры свидетельствуют о том что церковь Михаила Архангела в Смоленске продолжает ряд Спаса и Просиньевской церкви церкви Бельческого монастыря Полоцка и Благовещенской церкви вот выстраивают одну такую архитектурную историко-архитектурную линию и если мы посмотрим на общий вид этих церквей мы действительно увидим какие-то общие вот черты их так что вполне возможно что вот такое подобие церкви Михаила Архангела и Благовещенской Витебской церкви и тоже одно такое может быть слабое но доказательство что когда он правил в Витебске ему тоже понравилась архитектура местной церкви и он своим мастерам велел учесть вот эти ну не знаю конфигурации этот общий вид и так далее хотя конечно церковь Михаила Архангела она более квадратная а Благовещенская церковь более усиленная поэтому на плане увидим если посмотрим вот вот о таких святынях и святых Витебска чтобы мы все могли гордиться тем что у нас город он такой не без святых я хотела вам рассказать и под занавес может быть скажу то с чего надо было начать вот никому из вас не приходило в голову почему в Беларуси нет благоверных князей и княгинь вот никто не замечал вот знаете кто есть благоверных белорусских ну смотри белорусских из из белорусских земель полотских там благоверных княгинь витебских другских ну вообще вот князей и княгинь связанных с белорусскими землями мы мы таких не обнаружен. Но, я полагаю, это не значит, что наша земля какая-то такая ущербная, и здесь не было белорусских книг, не было благоверных книг, правителей, которые достойны этого звания. Но здесь было то, что я называю Витовским иглом, которое стерло память о древнейшем периоде нашей истории. Мы их просто не помним. Вот анализируя деятельность всех наших, давайте к генеалогии вернемся, всех наших правителей, начиная от Изяслава Полоцкого, вот Изяслав, Бричеслав, Всеслав и Борис, вот это четыре князя просто выдающиеся. И я более чем уверена, что почитание их на этих землях было, пока сюда не пришли литовцы и не заменили, не подменили нашу историю, своей историей. Посмотрите, если мы возьмем белорусско-литовские летописи, они с чего начинаются? С призвания варягов, с Рюрика, с Кия, с Щека и Харива, с того, что Рогвалов пришел в Полоцк и основал здесь династию. Нет, они начинаются какие-то с перечисления сыновей Гедемина, какие-то начинаются с того, как сюда вот перебежал Полимон и тут начал династию литовских князей. А история древнерусская, собственно, славян, истерта из наших летописей, истерта из нашей памяти. Сказала вам, удивительную вещь, житие и прощение Полоцкой встречается только в списках 16 века, мы их имеем всего четыре. И эти списки 16 века есть сокращение московских редакций. То есть, по сути, на территории Беларуи, и вообще на территории Великого княжества Литовского, не сохранилось ни одного списка жития Игорь Негода. И вообще ни одного списка жития Кирилла Туновского. Вообще. Вот нет. Даже не то, что жития, если мы возьмем связцы и метисословы, созданные на территории Великого княжества Литовского 14 века. Вот с 14 века, ну и там я до 17 века смотрела. Кирилл Туровский нигде не упоминается, нет такого свитого. Да, упоминается только виленские мученики. Ну, понятно почему, потому что они литовского происхождения. Вот так вот стерто абсолютно. У нас в списке произведений Кирилла Туровского тоже есть их. Три, по-моему, в Виленской литератике лежат и тоже 16 века. То есть, когда уже началось обратное влияние, влияние московской культуры на культуру Великого княжества Литовского. Вот, поэтому мы не должны комплексовать. Мы не ущербная нация, потому что не имеем князей-крестителей, князей, которые утверждали христиан, развивали культуру и так далее. Просто трагическая история нашей земли сложилась так, что древнейшая часть нашего бытия была подменена в какой-то момент чужой историей. А теперь вопрос. Да. Я попрошаюсь на то, что у нас граждане. Я попрошаюсь, но, по-моему, вы кажете абсолютно в ухту. Ну, в смысле, какая шапка истории белорусских земель, по-моему, в Виленской державе, как мы называемые, коллективские земли уже не наполнены, и, по-моему, в развитии державы, которые уникали над Виленским. Ну, давайте возьмем поведение. Да, можно это сказать, я говорю. С всеми призами на автономии, с нецелым самым открыванием, с нецелым правом. Вот. И при этом вы кажете про отсутствие уведомления шпатрика информации, хотя это описание, я говорю, как недоялись, но и не успеть, широко пришлось на рекомендах Шабернанской ростовозе. Ну, вы считаете, что это военностью? Ну, пусть будут воины. Я считаю, немножко по-другому, потому что, ну, воины были везде. Посмотрите, в Москву, не Московская, в Северо-Западная Русь. 300 лет монголо-татарского ига. Не воины? Сколько всего сгорело? А память елки-акии, щеки и хорили сохранилась. Вот сохранилась. Хотя монголо-татары 300 лет жгли. А у нас почему-то не сохранилась. У них сохранились благоверные князья, да? И Владимир Креститель, и Ольга, и там Владимир Мономах, и Андрей Пуголюбский. Он сам себя называет благоверным. Нет, не сам себя. Я это анализирую в церкви. Он называет благоверным. А может, и он не благоверный, а больше быть предатным человеком, что благоверным. Ну, это все не принято. Ну, не могу. Нет. Ну, хорошо. Если вас это не сгущает, пусть не было. Я не поняла вопроса, честно говоря. Вы, кажется, правильно, о том, что литовская держава мешала в Солишнбайе, в Солианске, в Солианске. И в этом иноменте, на стоянке, в Солианске находилась держава в корресторе или в Князь, в Солианске, в Солианске. Да, конечно. Именно поэтому, да. А где здесь? Я не понимаю, что вам непонятно. Мне, кстати говоря, со школы было непонятно, почему первое белорусское государство называется Великое княжество Литовское. Вам непонятно. Я не понимаю, почему государство белорусов называлось Литовским княжество. Поэтому это произошла подмена. На белорусские земли пришли литовцы, и они вынуждены были заменить историю. Виктор, выгружающийся на фронтах, и в Солианске называли Литовске Литвины. Это не было такого. Да, не Белорусс. Это можно было не Белоруссии, не Белоруссии. Нет, у вас не правильные данные. Во-первых, не литовцами, а литвинами. И этот термин Литвины, он гораздо сложнее, чем вы себе представляете. Я могу рассказать об этом термин? Я не понимаю. Но литовцы это не Литвины, а литовцами не называли Литовцами. Я не прошел, он не Солстый Литвиновка. Литовцами не называли славянцы. Да, и на Белоруссии полностью державой. Как у нас Литовская и Русская Жамальская. Да, Русская Жамальская. И что? Мы говорим сейчас... Но мы говорим сейчас... Но мы говорим сейчас... Но мы говорим о 12. Да. В нашем Рыбакарусе исновало. Да, не исновало, я про это и говорю. А когда оно начало исновать, вот эта история ушла. Дайте мне белорусско-литовскую летопись хоть одну, где это изложено. Мы реконструируем вот это по обрывкам из тверских летописей, новгородских летописей, киевских летописей, да? Потому что в белорусско-литовских этого нет. Ну, в хронике Феодосия Сапановича он заимствовал из русских хрониц. Да, там какие-то есть. Посмотрите, во что превратилось житие и пройти не полотское белорусское летописей. Нет? Я не зависалит по летописи. Вот тогда я не справлю, вы ее угрожаете. Я думаю, что отсутствие представительной клинице указывает не то, что не отбывался, а то, что отбывался просто на нематой этой клинице. То есть, мы с вами скажем, что коллеги белорусские, географично, белорусские летописи, которые будут указывать на некую традицию, на это явление на благотворительности, как они сказали, что отбывались в тверских летописи? Они были. Они были. И если мы найдем какие-то их обрывки, это будет очень здорово. И я думаю, что даже немножко раньше. Потому что прервалась и сама традиция переписывания. Вы же понимаете, что не было компьютеров, не было даже печатного станка. Летописи переписывались. Переписывались, ну, вопреки общераспространенному мнению, что в основном это было в монастырях. Нет, в основном это было все-таки при княжеских дворах. Это были княжеские скриптории. И иногда давали поручения в монастырь переписать. Там было больше грамотных иноков. А в княжеском скриптории переписчик писал то, что нужно было князю. А князем был литовский князь. И ему нужно было утвердить и доказать, что он имеет право на владение этой землей. Все очень логично. Именно поэтому на нашей территории образовалось великое княжество литовское. Они пришли и утвердили, ну, князья-то литовские были. Территория избы может больше славян. Мы не говорим о том, кого больше жило. Мы говорим о том, что осталось в истории. Какая легенда историческая сложилась. А историческая легенда сложилась именно такая. Никто не помнит о Рогволоде Полоцком. Белорусско-литовский князь. Они были переписаны. Но при переписке они были отредактированы. Вот в чем дело. Вот. То есть, если бы вообще ничего не было. Это да. Мы бы сказали, да. Все тожгли. Во время войн все погибло. Но летописи остались. А текст из летописи ушел. Понимаете? Вот в чем проблема. Но давайте вернемся к нашим древним святыням и святыням.